Здравствуйте! Вы смотрите ютуб-канал Берлинского центра Карнеги. Пожалуйста, подпишитесь на него, поставьте лайк, приготовьтесь написать комментарий, если в процессе просмотра у вас возникнет такое желание. Меня зовут Владислав Горин. Вы могли слышать меня в подкасте «Медузы. Что случилось?» и рад вместе с вами приветствовать исследовательницу, сотрудницу Берлинского центра Карнеги, автора как экономических, так и о социологии российской власти текстов, Александру Прокопенко. Привет! Всем привет! Привет! Пишите, пожалуйста, комментарии и пишите в комментариях, откуда вы. Мне очень интересно, откуда вы нас смотрите. Про цену на масло еще можете написать. Мы про это обязательно поговорим. И напишите, кстати, да, цены на масло в вашем регионе и увеличились ли у вас кражи масла в магазинах. Мы с тобой давно не виделись. Вернее, я-то смотрел, как здорово ты с Маргаритой Ильютовой, экономическим обозревателем, экономической журналисткой, говорила про бюджет, про военный характер нового, очередного российского бюджета. Всем, кто пропустил, рекомендую наверстать. Найти этот ролик можно на этом же канале. У нас с тобой сегодня три темы. Ключевая ставка – 21%, демография как ключевой экономический фактор для России и Summit Bricks. Начнем давай с 21% ключевой ставки. Про это журналистскими штампами пишут, что это рекордное, никогда такого не было. И вот сегодня мы с тобой говорим 28 октября 2024 года, первый день, когда она официально действует. Что думаешь про этот исторический рекорд и уместно ли тут, снижая в нашей дискуссии, вспоминать древний-древний анекдот про смертельно раненую лошадь, которая говорила «я все пью-пью, а мне все хуже и хуже». Примерно да, все так, я все пью-пью, все хуже и хуже. И о том, что ключевая ставка будет высокой и будет высокой в течение довольно длительного времени, предупреждали и Банк России, и мы на этом канале об этом говорили неоднократно. Много об этом писала и я, об этом говорят другие экономисты. Собственно, если совсем упрощать, вот как говорится в двух словах, пока идет война, инфляция будет высокой и будет высокой ставка. Все, вот как бы, ну, а как мы не будем заканчивать на этом предложении наш выпуск, все-таки я попробую объяснить, в чем, что, собственно говоря, происходит. Цены растут не потому, что высокая ставка, цены растут, потому что экономика перегрета, цены растут, потому что в экономику вливается огромное количество денег со стороны государства. Этот спрос распределяется в экономике по двум каналам. Первый канал – это непосредственно бюджетные траты, и второй – это высокая доля субсидируемых кредитов, которые субсидируются тоже через бюджет, то есть это кредитный канал. Кредитный канал не линеен, то есть один бюджетный рубль создает несколько кредитных рублей, в отличие от прямого бюджетного канала, где один рубль создает один рубль расхода. И таким образом, в общем, количество спроса в экономике растет, а предложение, то, что экономика может произвести, за этим спросом не поспевает. И от этого растут цены, потому что предприятие увеличивает, потому что у предприятия растут затраты на выпуск тех или иных товаров, у предприятия растут затраты на труд, и это связано с большим структурным ограничением и нашей второй темой, собственно, демографическим потолком. И в связи с этим растут цены, предприятия перекладывают свои издержки в стоимость продукции, и вот раскручивается так называемая ценовая спираль. У Центрального банка не так много рычагов, чтобы эту спираль, чтобы инфляцию ограничивать. Собственно говоря, основной инструмент Центрального банка – это ключевая ставка. Также Центральный банк может регулировать норму обязательных резервов банковского сектора и может регулировать требования по стандартам выдачи кредитов, ну, требования к капиталу банков. Это то, что называется инструменты макропруденциального регулирования. Есть еще там всякие разные совсем уже специфические вещи, связанные с операциями на открытом рынке, инструментами рефинансирования, но они не относятся к Toolkit, к набору инструментов регулирования цен. Это скорее там другой тип регулирования. Ставка, как мы видим сейчас, стала, то есть ставка работает, мы видим, что экономика охлаждается, экономика замедляется, но она скорее замедляется в связи с ограничениями на стороне предложения, то есть предприятия не могут выпускать больше, не справляются с растущим спросом. И в том числе, да, замедляется и экономическая активность, люди больше сберегают, корпораты больше сберегают, но вот фактор замедления спроса перекрывается фактором из-за того, что предложение не справляется. Поэтому мы видим, что ставка работает не так эффективно, как хотелось бы. И второй момент, который, наверное, самый важный, это не инфляция текущего момента, которая на самом деле, если там ее правильно посчитать, не в том смысле, что растат ее считает неправильно, растат ее как раз считает правильно. Но просто если посмотреть на нее в аннуизированном виде, а не вот год к году, то она, в общем, уже двузначная. Если мы посмотрим на... Это текущая инфляция. Если мы посмотрим на инфляционные ожидания, как людей, так и фирмы, инфляционные ожидания – это то, как люди ожидают, что будет с ценами через некоторое время. Мы увидим, что они растут, и это, пожалуй, для Банка России самый тревожный фактор. Это значит, что, с одной стороны, люди ждут роста цен, то есть люди и фирмы ожидают, что экономика останется в некотором раз балансированном состоянии. И второе – это как бы что люди и фирмы не верят в способность центрального банка вернуть инфляцию к цели. То есть и в этом смысле ЦБС находится перед очень таким достаточно тяжелым выбором, что либо есть существенный риск, что ставка будет длительное время высокой, а в своем последнем пресс-релизе Банк России очень четко указал, что будет еще одно заседание в декабре, где, скорее всего, будет еще одно повышение. То есть 21 – это не предел. Мы можем увидеть и 22, и 23 в самом жестком сценарии. То есть ЦБ доходится перед выбором. Либо он пережимает в некотором смысле частично экономику, вот тот сектор, на который он воздействует ставкой, прежде всего на ту часть экономики, которая рыночная. Либо придется спустя какое-то время работать над восстановлением доверия к регулятору, а это восстанавливается значительно дольше, чем пережатая экономика, пережатая рыночная часть экономики, я бы так сказала. Что еще здесь важно понимать? В экономике можно сказать, что российская экономика разделилась на два сегмента, которые существуют в разных экономических условиях. Есть сегмент рыночной экономики, который как раз к ставке чувствителен, где предприятия говорят, что они не могут занимать по 25%, где существенно вырос риск банкротства закредитованных предприятий, где ставка работает. И есть не менее существенная часть экономики, где ставка работает хуже, это то, как раз где субсидируются кредиты. Для обычных людей самый простой пример субсидированного кредита – это льготная ипотека. Но эффект отжатия программы льготной ипотеки мы увидим не сейчас. И вот правительство дополнительно полтриллиона рублей отправит на субсидирование ипотеки дальневосточной, арктической и прочих. То есть она как бы для всех закончилась, но не для всех в отдельных регионах она будет продолжать субсидироваться. В случае с кооперативным сектором, то вот как раз та часть экономики, которая больше растет, то есть которая надувается за счет бюджетного спроса, это прежде всего обрабатывающая промышленность и та ее часть, которая связана с оборонно-промышленным комплексом, она сидит на субсидируемых кредитах прежде всего, и, соответственно, эти кредиты, они менее чувствительны к ставке Банка России. Но раскручивается тоже такая не очень хорошая спираль. Получается, что бизнес в ответ на повышение ключевой ставки идет за дополнительными субсидируемыми кредитами, и Центральный банк вынужден еще дальше повышать ставку. То есть что мы видим, помимо ставки, ЦБ же еще обновил свои прогнозы. Во-первых, в обновленном прогнозе по инфляции значится цифра 8,8,5%, на текущий год это достаточно много. И ЦБ повысил свои ожидания роста кредитования до 17-20% в корпоративной сфере. Сейчас доля льготных кредитов составляет примерно 16% от общего рублевого портфеля банковского сектора или около 8% ЭВП. То есть фактически льготные кредиты составляют сумму тех расходов, ну вот чтобы проще было представить, сколько государство планирует потратить на войну в текущем году. И, ну то есть вот как я говорю, чем больше доля льготных кредитов, тем более высокая ставка, которую должен устанавливать ЦБ, чтобы подавлять инфляцию. И по сути, то есть это получается такая вот дилемма заключенного, классический принцип из теории игр, что льготники своим поведением, ну как бы несогласованная стратегия и решение, которое оптимально для одного игрока, то есть для условного Ростеха, приводит к неоптимальному положению для всей группы, то есть там для всей экономики. И вот вся эта история продолжает раскручиваться, и так как ЦБ не может остановить войну, и ЦБ не может остановить расходы на оборонно-промышленный комплекс, вот он орудует ставкой. Но получается то, о чем мы не раз говорили на нашем канале, что есть вот эта проблема правой и левой руки. Правой рукой правительство накачивает расходы, накачивает экономику деньгами, то есть накачивает спрос, стимулирует спрос. Левой рукой ЦБ пытается в тех сегментах, на которых он действует хорошо, этот спрос подавить. У меня немножко странный к тебе вопрос, он такой фантазийный. Ты описала ситуацию человека, который старается днем держать диету, не есть после шести, но после шести обжирается сладким, ему с утра плохо, ему днем плохо, и все равно не может удержаться. Можно ли сделать из одного человека двух? Можно ли в экономике развести два этих сектора? Один условно военный, другой условно гражданский. Один рыночный, это второй гражданский, а другой с чуть другими деньгами, чуть менее проницаемый для остальной экономики, в смысле просачивания туда денег, которые этот спрос разгоняют. Можешь ли ты себе представить вот такую умозрительную модель и, может быть, даже в реальности, что к ней регулятор прибегнет, правительство что-то такое будет пытаться изобрести? То есть ты имеешь в виду, что часть экономики у нас вернется к старому доброму плану, а другая часть останется в рынке? Нет, я так, ну, как сказать, в качестве какого-то временного решения, потому что у нас вообще правительство и Кремль, и вся экономическая политика, она крайне реактивна. То есть они не... То есть речь идет о том, что наши чиновники сейчас занимаются реакцией на текущие вызовы. Текущий вызов – это война, текущий вызов – это повышенные военные расходы, это геополитическое противостояние с Западом и весь этот нонсенс, который говорит Владимир Путин, и о ненормальном развитии. То есть что произошло с бюджетом? Что очень важная вещь, которую... Это я не устаю повторять. Что произошло? У нас в 25-м году существенным образом вырастают не нефтегазовые доходы бюджета за счет повышения налогов. То есть не экономика сработала лучше, не собираемость улучшилась. Есть эти факторы, но они совсем мизерны. Просто люди и компании заплатили больше, и что произошло с этим больше? Вот эта большая часть денег, то, что собрали дополнительно, оно все уходит на прирост оборонных расходов. Оно уходит не на инфраструктуру, не на строительство дорог, не на строительство больниц, школ, жилья, не на какое-то улучшение бюджетного сектора, который с учетом текущей экономической политики, наверное, страдает больше всех, потому что по нему бьет и инфляция, и недофинансированность. Не на услуги ЖКХ, на инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства, которая разваливается, ну, то есть мы это прекрасно знаем, и она не улучшалась. А на то, чтобы, во-первых, оборонная промышленность смогла выпустить больше танков и ракет. Во-вторых, оборонная промышленность чудовищно неэффективна, и она в долгах. Здесь, конечно, должен появиться Сергей Чемизов у меня за спиной сказать, но она же в долгах из-за высокой ставки Центрального банка, что, как он выступая перед сенаторами, говорил, что 30-40% — это аванс от государства, а все остальное приходится брать кредит, и вся прибыль предприятий уходит на выплаты банкам, а не на как бы сектор не зарабатывает. Здесь мы, конечно, тоже так это... Мы вежливо покиваем уважаемому Сергею Викторовичу, и скажем, что экспорт, он, наверное, будет останавливать не из-за высокой кельчевой ставки Центрального банка, из-за того, что схемы и микросхемы и какие-то детали, компоненты стало сложнее добывать из-за санкций, а также вырос спрос со стороны Министерства обороны, поэтому Египет подождет, Сирия подождет, Алжир подождет с выполнением контрактов, а вот все для фронта, все для победы. И в этом смысле государство все равно компенсирует финансовую неэффективность оборонно-промышленного комплекса, ну, значит, увеличит авансы. Но поскольку у государства больше денег не становится, это значит, что государство уже будет собирать деньги с рыночного сектора и перераспределять их в нерыночный, потому что бюджетная система это большой перераспределительный механизм, проще говоря. И поэтому представить в моменте я такое могу, но что это устойчивая модель развития, я такого не могу, потому что, опять же, даже если предположить на минуточку, что оборонная промышленность может быть драйвером в целом экономики, и за счет конверсии, за счет диффузии технологий оно может вытянуть другое, я, ну, вот в каких-то отдельных локальных сегментах можно, а вот в целом я не могу. Ну, например, вот приведу пример из свежесозданной индустрии создания беспилотников и дронов. То есть, как мы знаем, ну, Россия никогда не была страной с сильного дроностроения до войны с Украиной. Сейчас дроны меняют ситуацию на фронте, об этом говорят военные эксперты, здесь лучше там не разговаривать ни со мной, но как бы Россия не только покупает беспилотники у Ирана и везде, где может, но и собирает их в достаточном количестве самостоятельно, военные дроны имеется в виду. При этом был такой проект, национальный проект создания беспилотных систем, который до 2030 года придумал Андрей Ремович Белоусов, когда еще работал в правительстве, и потратить на него хотели почти триллион рублей до 2030 года. Сейчас, как следует из пояснительной записки, до 2027 года туда отправят чуть больше 100 миллиардов рублей. Ну, то есть он похудел невероятно. Проблема в том, что гражданские беспилотники и военные беспилотники – это две разные вообще истории. Когда ты работаешь над военным беспилотником, тебе не нужно учитывать в конструкции огромное количество вещей, связанных с гражданами, со страхованием груза, с экономией, потому что у тебя нет экономии в военном беспилотнике. Ну, то есть, точнее, она есть, но она не такая критичная для твоей бизнес-модели. И, в общем, это два совершенно разных изделия, которых объединяет, ну, то, что одно и другое летает и управляется человеком с земли. Все остальное абсолютно разное, но военные беспилотники никогда не вытянут гражданскую за счет отсутствия в военном сегменте вот этой вот экономической составляющей, как раз вот этой вот рыночной составляющей, которая необходима для того, чтобы отрасль стала успешной не только внутри, но и на экспорт и так далее. Ну, вот к вопросу о каком-то экономическом планировании. Поэтому, нет, я не думаю, что это возможно в течение длительного времени. Я не думаю даже, что это, наверное... Я не уверена, что это возможно даже как-то сильно на коротке. То есть мы будем... Нужно будет... Все, что касается военных расходов, нужно будет собраться в конце 25-го года, поговорить об этом еще раз, потому что я считаю, что они останутся повышенными длительный период времени, то есть и в 26-м, и в 27-м. Но мы уже видим, что за счет военных расходов другие отрасли, в том числе те, которые раньше считались безусловными, то есть социальные расходы и даже расходы на силовиков внутренних, то есть на национальную безопасность, мы видим, что эти траты не растут. То есть в буквальном смысле плутки важнее, чем масло. Масло дрожает, ворует. В общем, очень-очень жду в комментариях ваших рассказов о масле. Да, в самом начале обещали про сливочное масло, которое за 9 месяцев на 20% подорожало. Что думаешь про этот эффект и про реакцию государства? Потому что правительство очень напоминает реакцию, я этим сказала, мы закупим в дружественных странах, в таком случае, про регулирование цен пока не говорится, это вот довольно рыночный механизм рыночной регуляции? Нет. Ну-ка? Нет. Если правительство начнет ограничивать рост цен на масло какими-нибудь способами, ну то есть, например, правительство запретит торговым сетям продавать масло, ну то есть устанавливать определенную наценку. Это все не рыночные способы. То есть это значит, что регулирование цены, это значит, что торговая сеть, ну то есть масло у него будет как, не знаю, потокообразующим продуктом, и это значит, что торговая сеть ставит масло по там цене, например, в 100 рублей, хотя мне кажется, масло стоит уже сильно дороже 100 рублей за пачку, но поднимет цену на колбасу, за которой не так пристально смотрят правительство, или еще на что-нибудь, потому что тогда получается, что торговая сеть будет работать себе в убыток. А с маслом происходит ровно то же самое, я думаю, что и с яйцами, то есть это локальные дефициты, рост цен на все, и, соответственно, это сказывается на цене конечного продукта. Пока про ограничение цен такие люди говорят, которым, может быть, не стоит прислушиваться в первую очередь. Хорошо, один есть вопрос, связанный тоже с ключевой ставкой, а мы заканчиваем, я полагаю, обсуждать эту небольшую тему, которая меня тревожит и интересует, и хочется к твоей неэкономической компетенции обратиться к компетенции социолога власти. Замечаешь ли ты, что Набиулина – это новый медведев, в смысле зло в правительстве, проклятая либералка, которая пробралась туда, из-за которой в экономике все плохо, не воевать не дается, ни цен на масло удержать не может. Такой легальный предмет для критики, причем это не только Z-военкоры, это и шире сеется. Я в силу профессии, ну и личного, видимо, интереса слежу за массовыми пабликами в разных соцсетях. Вот туда бюджетик какой-то пошел поругать Набиулину, как сравнивая с Медведевым, в его бытность премьером плохой Медведев – хороший Путин. Это Медведев не дорабатывает. Видишь ли ты это, и что-то говорит ли тебе это? Бюджетик на плохую Набиулину был до войны. Перед каждым заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке, даже когда ключевая ставка была сильно ниже, даже когда она была однозначной, все равно в неделю тишины, то есть вот ту неделю перед ставкой, когда Центральный банк не делает никаких комментариев, появлялись многочисленные сообщения в телеграм-каналах. Олег Владимирович Дерипаско рассказывал о том, какой должна быть денежно-кредитная политика. Уважаемый человек, между прочим. То есть так и здесь. Мы видим перед решением Центрального банка, перед заседанием Совета директоров, уважаемые государственные лоббисты Сергей Викторович Чемзов и Алексей Мордашов, руководители Северстали, рассказывали о том, как высокая ключевая ставка мешает им разбирать бизнес. Здесь действительно количество государственных лоббистов, которые не очень довольны уровнем ставок в экономике. Оно растет, это очевидно, это нормально. Но экономическая политика все-таки всегда была некоторой зоной относительно свободного, относительно свободной для критики. То есть по сравнению с всеми остальными, то есть как бы политический курс критиковать нельзя, а экономический в целом можно. И мы здесь не видим ничего, я, по крайней мере, не вижу ничего удивительного, я не вижу какого-то сильного противоречия, противодействия между правительством и Центральным банком, в том смысле, что они не должны действовать согласованно, Центральный банк не может повлиять на расходы правительства, правительство не может повлиять на ставку Центрального банка. Могут ли лоббисты в виде Чемизова, Мордашова, Ротенбергов как-то объединиться и пролоббировать смену главы Центробанка? Хороший вопрос, мы можем об этом поговорить, что, например, в России есть там возможные разные довольно странные вещи. Например, накануне решение ЦБ о повышении ставки российские железные дороги, которые попросили проиндексировать им тариф в 2014 году на 18 почти процентов, и повышение тарифа на железнодорожные перевозки, это один из факторов роста цен в целом по экономике, потому что дороже будет все, у вас логистическое плечо дорожает. Вот российские железные дороги просят увеличить тариф, им тариф увеличивает правительство, Центральный банк учитывает повышение тарифа в своих решениях, то есть Центральный банк говорит, ага, то есть логика, повышают тариф, соответственно, вырастут цены в целом по экономике, вырастут, люди тоже читают эти новости, вырастут инфляционные ожидания, соответственно, это проинфляционные факты. Что у нас параллельно делает РЖД? РЖД решает потратить 230 миллиардов рублей на покупку небоскреба у Москва-Сити, у Аркадия Арканенберга, который считается покровителем РЖД. То есть мы поднимаем тариф и покупаем офис. Можно выпустить миллион заявлений о том, что офис мы будем покупать из других источников, что мы продадим что-нибудь ненужное и купим что-нибудь нужное, но, тем не менее, насадочек остался. Тариф все равно уже подняли и дорожать все будет. А купит РЖД офис, не купит? Ну, в общем, вот такие вот чудеса в российской экономике возможны. И поэтому Набиулина – это некоторый легальный, с одной стороны, канализатор негатива со стороны уважаемых людей, с другой стороны, а что ей остается делать, если повышают тарифы, повышают утильсборы, покупают офисы, там, вот угольщики сейчас, я читала, жутко расстроены тем, что льготные тарифы действуют только на провоз угля с Кузбасса, а все остальные угольщики могут, видимо, панкротиться и так далее. Плюс цены на уголь упали, там существенные риски в отрасли, и у них затраты на перевозку угля железной дорогой – это как бы основной, ну, одна из основной части коста, а РЖД достаточно негибкий в этом вопросе, но вот зато офис купил. Поэтому как бы здесь история такая, что парадокс нашей системы, парадокс политической системы еще в том, что легитимность Набиулиной – это то, что ей доверяет личный Путин. Если лоббистам удастся каким-то образом подорвать доверие Путина к Набиулиной, то да, конечно, откроется, наверное, окошко к тому, чтобы снести Эльвиру Сахибзадовну, отправить ее на какую-то другую должность, а вместо нее Центральный банк возглавит кто-то другой. Я думаю, что… Ну, то есть я не знаю, что в голове у Путина, я не знаю, как сейчас там шатается доверие, не шатается доверие, то, что в Кремль поступают сигналы о существенном недовольстве ближнего круга текущим уровнем ставок, как бы это факт медицинский, но, наверное, между скатыванием экономики в какой-то глубочайший очередной вот кризис и вот ее балансировкой в текущем плохом равновесии Центральный банк с его текущим руководством это один из последних гвоздей. Вот если достать этот гвоздь, ну, я сомневаюсь, что кто-то может так же эффективно, потому что Набиулиной тоже ресурс доверия Путина, она им пользуется достаточно умело и в сторону Кремля тоже. Я не думаю, что кто-то, что такая фигура еще есть у нас в нашем политическоме, чтобы вот балансировать и экономику, чтобы она не совсем валилась в черте что, и как-то вот сдерживать такие атаки лоббистов. Хорошо, завершая, мне кажется, мы просто немножко улетели в империи и хочется, поставив себя на место зрителя, спросить, а мне-то что, 21%, да хоть 25%, насколько вы там еще ее поднимите. Я-то от этого что получу, как изменится моя жизнь. Ты, дорогой зритель, если живешь в России, получишь стокфляцию? Такой ответ короткий. То есть все будет дорожать, а твои доходы, особенно если ты бюджетник или пенсионер, они будут, к сожалению, стагнировать? Доходы, если ты бюджетник и пенсионер уже стагнирует. Это уже как бы видно, что то, что называется, неравенство в доходах растет. И несмотря на гонку зарплат, которая тоже имеет место быть, она неравномерна по всей экономике. Есть те отрасли, где никакого роста зарплат нет. О чем, кстати, справедливо наши зрители пишут. То есть, ну, во-первых, да, стокфляция еще... Мы еще не в стокфляции, но несемся к ней на всех парах, потому что экономику замедлить с учетом бюджетного импульса, который провоцирует кредитный импульс, замедлить экономику не получается. Или получается, но она замедляется с не той скоростью, с которой бы хотелось бы. Поэтому инфляция будет съедать доходы. Гонка зарплат в какой-то момент тоже остановится, она не может быть вечной. Потому что в какой-то момент начнут... Ну, то есть предприятия с высокой долговой нагрузкой либо будут просить какие-то дополнительные субсидии, кредиты со стороны государства. То есть государство будет поддерживать неэффективность экономики, вливая в нее еще больше денег. Либо все-таки будут приняты то, что называется жесткая просадка, когда резко остановится рост, увеличится кратное число банкротств. Особенно в том, что называется в частном секторе. Ну, то есть если вот вы работаете в каком-то стартапе, ну, вот ваши услуги окажутся, в какой-нибудь небольшой компании, ваши услуги окажутся ненужными. Или вас сократят, потому что генеральному директору будет невозможно поддерживать текущий уровень зарплаты у вас и у вашего коллеги. Вот. Какая-то такая возможность. То есть ничего хорошего из этого не будет. Вот эта бананза продолжаться вечно не может. И мы уже видим, что экономика скрипит. Как бы я... Мой любимый пример – это то, что это марафонец на астероидах. То есть в базовых настройках на самом деле любой может пробежать марафон. Ну, если только нет каких-то совсем медицинских противопоказаний, в базовых настройках все могут пробежать марафон. Просто вот кто-то хочет пробежать его сразу быстрее трех часов. И вот принимает допинг. Можно на допинге бежать? Ну, помимо того, что это запрещено, вот, ну, можно, но потом очень тяжело приходить в себя. Очень тяжело. Потом организм плохо функционирует, потом тошнит, потом как-то органы начинают отказывать. Вот мы имеем сейчас ровно то же самое. Это был бюджетный допинг, который там сопровождался кредитным допингом. И вот экономика начинает приходить... То есть вот как-то вот... Мы видим, что эффект допинга сокращается. Эффект допинга сходит на нет. И дальше вот скорое похмелье в виде высокой инфляции, в виде потенциальных банкротств предприятий и остановки гонки зарплат, но не за горами. Когда мы говорили про масло, это не для того, чтобы выдать себя за народ и как-то сказать. Ваши беды, мы понимаем, это один из примеров, одно из проявлений, которые вот буквально, видимо, в магазине, когда вы туда идете. Хочу попросить вас, дорогие зрители, если вам кажется, что я не те вопросы задаю и вам про ключевую ставку что-то еще непонятно, вы напишите, опять же, в комментариях. Я перед следующей записью обязательно прочитаю, особенно если вы напишите «Горин, задай такой-то вопрос», обязательно на это обращу внимание. Кроме того, пожалуйста, поставьте лайк, пишитесь на этот канал, это важно и для продвижения конкретного ролика и канала в целом. Мы стараемся, коллеги стараются, эксперты центра Карнеги стараются, объясняют. Вы можете немножко поблагодарить. Давай, дорогая Саша, перейдем к твоему материалу. Он вышел на Карнеги Политика. Заголовок там такой «Демографический потолок. Почему демография стала главной проблемой экономики России?» и небольшой лид-обзац. У Кремля недостаточно человеческих ресурсов, чтобы одновременно продолжать войну и обеспечивать экономический рост, а привлечь больше мигрантов тоже не получится. Не могла бы ты, пожалуйста, тезисно повторить мысли из этого текста для тех, кто любит тебя настолько, что и читает, и слушает, готов это делать снова и снова, в смысле слушать? Ну или будем честны для тех, кто не успел прочесть? Ну, мы об этом тоже уже очень много говорим. И, кстати, все, что касается миграционной политики, я очень рекомендую другие видео на канале Карнеги Политика с моими коллегами Тимуром Умаровым и Галией Ибрагимовой. Они значительно лучше меня разбираются в этих вопросах. Я прежде всего должна сказать, что я не демограф, и я не специалист по миграционной политике, но для российской экономики демография – это сейчас самая главная проблема, абсолютно она значительно более важная и значительно менее решаемая, чем доходы бюджета, чем какие-то финансовые вопросы, потому что это главное ограничение со стороны, большое ограничение экономики. Собственно говоря, предложение не растет, предложение товаров и услуг не растет в экономике ровно потому, что в ней закончились рабочие руды. Невозможно, компании работают на максимуме своих мощностей, они не могут, то есть если завод, не могут их расширить. Даже если завод завезет новые производственные линии, нужно, чтобы на них работали люди. Людей нет. Количество вакансий на одного работника, если мне не подводит память, сейчас порядка 8%, ой, извините, 8 вакансий на одного человека – это очень много. С одной стороны, рынок работника гарантирует, что к работникам будут относиться бережно, потому что других нет, поэтому тех, кого есть, будут холить, лелеять, повышать им зарплаты, чтобы они не уходили. Но у всего этого для экономики, то есть это вот в рамках одного предприятия может быть хорошо, но в рамках целом экономики получается, что существенно снижается и мобильность труда, и производительность. Экономика у нас стала значительно более трудоемкой, поскольку из-за санкций возможность обновления и повышения производительности ограничена, и растут у нас те сектора экономики, которых задействовано большое количество человеческого труда. То есть, прежде всего, оборонно-промышленный комплекс, который пропылесосил, хорошо пропылесосил экономику с точки зрения кадра. То есть, все возможные излишки, которые были, они вот перешли в оборонку. Есть еще один очень важный конкурент на рынке труда за рабочие руки, это армия, которая нуждается в молодых мужчинах. И в молодых мужчинах вообще самая главная профессия в российской экономике теперь это водитель. Их не хватает капитально везде, во всех секторах, и в оборонном, и в армии, и в гражданском. То есть, в логистике, доставка и вся вот эта вот история, как раз которая увеличивает цену конечной продукции. Слово про ткану на масло, да. Масло кто-то должен привезти. Да. Вот. То есть, есть вот эта проблема и есть чисто демографическая проблема. Россия – это страна со стареющим населением. У нас на рынок труда выходят малочисленные поколения 2000-х, нулевых годов. А, собственно говоря, с рынка труда уходит многочисленное поколение. То есть, происходит то, что называется размоложение. Люди более старшего возраста трудятся менее эффективно, чем люди молодого возраста, особенно вот в таких вот трудоемких профессиях. по экономике ударил отъезд людей, почти миллиона работников, связанных с войной. И мы, здесь мы имеем дело с очень политической эмиграционной волной, с людьми определенного склада, то есть это молодые, активные, то, что называется человеческий капитал высокого качества. И это все в целом сказывается на том, что экономика вот уперлась в это ограничение, и она не может его преодолеть, потому что, то есть, с эмигрантами история как бы следующая. Есть, и мы видим, и об этом много говорят мои коллеги, вспышку ксенофобии со стороны региональных властей. Мы видим, как в ряде регионов, включая даже такие продвинутые регионы, ну, как бы политические, считающиеся хорошими регионами, там, Нижегородская область, Московская область, где мигрантам запрещают трудиться в различных отраслях сферы услуг, вроде там водителей такси, или в сфере услуг, или в сфере общепита, что в целом, ну, как бы вопрос дискриминации, и мы видим, как есть проблемы, связанные с интеграцией мигрантов в российское общество, и мы видим риторику со стороны силовиков, прежде всего, со стороны Следственного комитета, со стороны органов МВД, которая поразительно напоминает риторику движения против нелегальной эмиграции. Помнишь, было такое? То есть, на самом деле, статистически у нас, если сравнивать рост преступлений, совершенных мигрантами, по сравнению с другими, не так значительно все выросло. Видимо, мигранты – это тот способ канализировать недовольство людей, связанное с ростом цен, связанное с войной, связанное с падением качества жизни. Мы не видим никаких окриков со стороны Кремля в отношении региональных властей. То есть, если раньше в целом из администрации бы позвонили и сказали, а работать у вас кто будет, то сейчас из администрации явно не звонят. Поэтому все это снижает привлекательность России как рынка для мигрантов. Поэтому, скорее всего, поток мигрантов, низкоквалифицированных, замедлится. А высококвалифицированных мигрантов никогда в том регионе, в достаточном для российской экономики количестве не было, поскольку российский бизнес осматривал Центральную Азию прежде всего как нескончаемый источник дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы, поэтому они не вкладывались в образование и обучение тамошних людей, не рассматривали их как возможность привезти сюда, чтобы они работали на других работах. И все это в конечном счете. То есть, экономика уперлась, исчерпала трудовой ресурс. Мы видим это ограничение. И оно и будет, собственно, расширяться. И сам Росстат рисует довольно мрачный прогноз, что население России будет сокращаться. Несмотря на вот пронаталистские нарративы, на вот это вот увлечение пронатализмом, это политика поддержки рождаемости и попытка убедить российских женщин рожать, что тоже такой очень функциональный подход к дедрождению, функциональный подход к демографии. Даже если вдруг эти меры в каком-то вот принесут какой-то небольшой дивиденд, этим дивидендом можно будет воспользоваться только, когда эти поколения выйдут на рынок труда, то есть лет через 15-18-20. Но история не знает хороших примеров пронатализма на поколение. То есть вот все эти меры, ни штрафы, ни выплаты не стимулируют рождаемость. Более того, если сейчас массово российские женщины начнут рожать, поведутся на штрафы или на выплаты, то с рынка труда уйдет еще больше людей. То есть это же вечная дилемма государства. Им нужны все-таки работники или им нужно, чтобы семьи были многодетными и так далее. То есть это проблема с российским правительством на ближайшие уж точно 10 лет. А дальше будет видно, но по крайней мере пока не проглядывается каких-то способов. По крайней мере я пока не вижу, что правительство осознанно подходит к решению этого вопроса. Я когда твой текст читал, меня два момента смутили. Во-первых, что ты там про рождаемость вообще стал говорить, потому что рождаемость тактически это ничего в длинной перспективе. Да, наверное, финансируя социальную инфраструктуру, обеспечивая отпуска по уходу за ребенком, причем обоим родителям, финансирование детских садов и прочее, это могло бы помочь, но прямо сейчас это скорее вычитает из рынка труда людей, а у нас женщины хорошо представлены на рынке труда сравнительно со многими другими странами, чтобы там не говорили про традиционализм новый российский. Что меня смутило второе, это про все-таки привлечение эмигрантов. Не такой большой отток, во-первых, сейчас наблюдается, и если в ближайшие годы смотреть, то там вообще скорее положительная динамика. Во-вторых, в мире гигантское количество несчастных стран, а путинский режим, он все-таки централизованный, функциональный и тактически способный реагировать. Мы видим, например, по призыву на войну, что туда могут завербовать каких-нибудь непальцев, индийцев, может быть, вот с кем нам договорились. Здесь мне поможет эксперт Лучик, о котором наши комментаторы часто спрашивают. Нет, это невозможно на, опять же, как некоторое системное решение. В части взаимоотношений с Ираном или с Северной Кореей и даже с тем же Китаем, здесь мы, конечно, видим, как эти страны помогают России, в том числе российской промышленности, например. То есть пока российские предприятия типа КАМАЗа и Урала занимаются выполнением госборонзаказа, китайцы спокойно поставляют грузовики, компоненты на рынок, тем самым как бы снижая давление в сегменте груз-перевозок. То же самое, пока Иран поставляет беспилотники и какие-то ракеты или там в Северной Корее ракеты, то российская промышленность то есть пока расстреливают иранские ракеты, российская промышленность производит какие-то более высокоточные образцы, которые, как мы видим, российская армия копит, чтобы потом использовать для таких массовых налетов по Украине высокоточным оружием. То есть мы видим, что в начале войны они были достаточно интенсивные, там, видимо, расстреляли сильно арсеналы и вот теперь это происходит такими сериями. Накопили, расстреляли, накопили, расстреляли, но пока копят, вот, замещается это все со стороны импорта. То же самое, наверное, сейчас будет с северокорейскими военными, что они, например, отправятся освобождать Курскую область или там в это время российские военные останутся на фронте в Украине, наверное, я не знаю, я не военный эксперт, опять же, то есть здесь такой аутсорсинг в некотором виде мы наблюдаем, но это невозможно в системном виде никак. Несравнимо с Центральной Азией, в Центральной Азии будет снижаться твой тезис. Плюс еще ко всему не нужно забывать о некотором политическом напряжении, которое возникает из-за ксенофобской риторики со стороны российских властей, как бы в этом плане коллеги из Центральной Азии все прекрасно видят, все хорошо понимают и есть значительно менее рискованные рынки труда, куда они могли бы, куда они могут направить своих, куда люди могут поехать работать. И последний момент, который, мне кажется, тоже не до конца исследован, в части тоже рынка труда и затягивания вот этих вопросов, это переводы, трансграничные переводы пока возможны, они усложняются, но они пока возможны. С другими странами таких проблем нет. Соответственно, если сузить это бутылочное горлышко еще, то и приток мигрантов не будет такого, потому что они прежде всего заинтересованы в деньгах, а не в паспорте, в интеграции, потому что очевидно, что они никогда не станут, ну, не никогда, что они при текущей политической системе не станут уважаемой, безусловно, любой труд уважаемый, не станут уважаемой частью общества. Когда ты говоришь про потолок демографический для российской экономики, ты имеешь в виду, что на ВПК, вот как мы сейчас видим, ресурсы найдутся, а остальное многообразие экономическое будет снижаться, упрощаться, все это будет, это будет скукоживаться. Я думаю, что и на ВПК в целом ресурсы не найдутся, то есть на ВПК находится пока очень ресурсов на текущие потребности, как-то существенно расширится, ВПК не может, в том числе, потому что он упирается в трудовое ограничение, и мигранты не могут работать на предприятиях ВПК по российскому законодательству, да, законодательство можно поменять, но это там рождает совершенно другое поле рисков, скорее всего, российские силовики, опасающиеся утечки секретов или еще чего-то не будут готовы на себя взять. Ну, то есть, или тогда нужно существенно расширять количество силовиков, а людей нет. То есть, людей больше не становится, и вот, как ни крути, ты все равно упираешься в это ограничение. Хорошо, давай поговорим про БРИКС в Казани, третья, последняя тема для нашей беседы, этой примерно длиной в час. Можно о политике прочесть текст Александра Баунова в Карнеге «Политика» о политическом значении этого собрания международного. Мы с тобой про экономику накануне этого собрания еще летом говорили, что, дескать, в рамках БРИКС можно осуществлять расчеты в национальных валютах, наладить некую альтернативную платежную площадку. Путин по итогам сказал, что, что касается SWIFT, нет никаких альтернатив, мы не разрабатываем, никому не создаем никаких альтернатив. Это, простите, также бессвязно было сказано. Что думаешь про альтернативу, которая никакая не альтернатива, и к чему это все, и можно ли там всерьез рассуждать о некотором экономическом эффекте вот от этого сотрудничества развивающихся стран? Ну, как сказать, то есть у кого что болит, тот о чем и говорит. У России болит история, связанная с трансграничными платежами. Это видно по статистике импорта, это видно по многочисленным сообщениям в многочисленных чатах. участников внешнеэкономической деятельности. Вопросы трансграничных переводов одни из наиболее острых в том, что касается внешней торговли. И для России, в отличие от всех остальных членов БРИКС, кроме, пожалуй, Ирана, который тоже находится под санкциями, это прямо беда, это прямо большая проблема. И вот Россия предлагает решение. накануне саммита Минфин, ЦБ и компания Яков и Партнеры, это так теперь называется русская импортозамещенная Макинзи, выпустили доклад, где предлагают создать новую платежную систему на блокчейне, конечно, мы в 21 веке, поэтому на блокчейне с использованием цифровых валют центральных банков, которые проще всего мыслить как государственную крипту, как третья форма денег, мы можем углубиться в этот рассказ. У меня, кстати, вышел недавно пейпер на тему цифрового рубля, он, правда, на английском языке, но нам довольно подробно объясняется, что же это за новая сущность цифровой валюты центральных банков, почему цифровой рубль это не совсем деньги. Ну, неважно. В общем, короче, государственная крипта, с помощью которой будут обменивать, будут происходить в этой платежной системе обменная операция, для этого не нужен будет SWIFT, и поэтому эта платежная система будет недосягаема для западных регуляторов. То есть, если в базе задумка вот такая, может ли она быть реализована? Нет, не может. Прежде всего, потому что все страны BRICS по-разному относятся к CVDC, цифровым валютам центральных банков, в разных стадиях находятся в разных странах пилоты по этому вопросу. Кстати, наиболее продвинут Китай, вот в России ей пилотируется цифровой рубль, Индия очень осторожно подходит к этой теме, в Бразилии совсем все по-другому, в других странах я в BRICS+, в расширенном BRICS я не смотрела, честно говоря, но проблема в том, что для создания такой альтернативы нужно, во-первых, носить огромное количество изменений в законодательстве, а во-вторых, заинтересовывать, собственно, участников торговли, использовать в качестве системы расчетов вот эту вот новую систему, даже если бы она была создана. Ни у кого, кроме России, проблем с расчетами нет, все нормально пользуются текущими инструментами, вот, поэтому я боюсь, то есть эта идея изначально обречена на какой-то вот, да, на трудности. Кроме того, нужно понимать, что страны BRICS между собой не являются ведущими торговыми партнерами, а это значит, что нет никакого внешнего фактора, который будет заставлять, ну, там, растущий товарооборот будет, там, из-за удобства заставлять страны переходить на, на торговлю в национальных валютах или на альтернативные платежные инструменты. Никакого такого внешнего стимула не будет, страны очень ограниченно между собой торгуют. В странах, разных странах действуют разные режимы ограничений на движение капитала. Ограничения есть в Индии, ограничения есть в России, ограничения есть в Китае достаточно сильные, и идти на какие-то ослабления вот этих вот национальных законодательств ни одна страна не готова. Поэтому все, что касается какого-то экономического взаимодействия БРИКС, практического экономического взаимодействия БРИКС, я бы сказала, что это такие сказки в пользу бедных. И вот в прошлом председательстве была тема создания синтетической валюты БРИКС, как бы по аналогии, наверное, с СДР, специальные права заимствования, это вот валюта МВФ синтетическая, которая есть. Но вот Путин даже признал, что как бы эта тема не находится в повестке дня. Вот то же самое с платежной системой, и то же самое с возможностью каких-то разграничных расчетов. Россия останется наедине с этой проблемой, как бы где-то может помочь Китай, и Китай активно помогает, мы об этом тоже много говорили, но это точно не становится какой-то глобальным трендом, и уж тем более не подрывает доллар, доминирование доллара, и вот все, что с этим связано. То есть этот нарратив прям очень-очень далек от реальности. Что интересно было, это то, что на сайте BRICS были рекомендации участникам, вот, в том числе приобрести доллары, евро или рубли в своей стране пребывания, потому что вот в России ваши карточки могут не работать. Примечательно, что юаней никто не предлагал покупать, и это очень, ну, это очень меня позабавило. Но, то есть вот, как бы, проблема исчезнет, проблема в повестке, связанная с трансграничными платежами, исчезнет вместе с российским председательством. То есть у следующего председателя BRICS будет следующая повестка. А все, что касается политических вопросов, тоже не сложилось ощущение, что другие страны, в частности Индия и Китай и Бразилия готовы воспринимать BRICS как некоторое антизападное расширение, то есть то, что, то, чем Россия пыталась наполнить этот форум. Вообще, то есть это выглядело как... Вы нас выгнали из глобального западного, из институтов, из глобального западного порядка, мы тогда создадим свое, мы создадим свой новый порядок с блокджеком и женщинами с пониженной социальной ответственностью. Вот. А вас туда... Потому что вот нас вы оттуда выгнали, а на самом деле это не выгнали, это мы ушли, и вообще миропорядок уже совсем другой. То есть это выглядело как как-то тщательно откалиброванная Потемкинская деревня, которую выстраивали для единственного зрителя, прежде всего, Владимира Путина. Вот. А то, что как бы повестка BRICS и вообще объединение будет совершенно по-другому выглядеть уже на следующий год, это мне кажется совершенно... Это мне кажется очевидным. Там был еще момент, опять же, вынужден Путин ссылаться, когда он говорил, что нужно использовать, усилить, повысить эффективность, какие там еще обычно у чиновников слова, реализовать потенциал глобального юга, вкладываться в инфраструктуру, нужна общая инвестиционная площадка, мы должны взаимодействовать больше друг с другом. Это же тоже в пользу бедных разговоры. Ну, то есть с Западом, с другими странами, с кем удобно, с кем торгуются, и так происходит. Торговля, опять же, только у России, да, тут эксцесс, но большую часть своей истории, включая советскую, да, с середины 20 века главные торговые партнеры были на Западе. И не представляется никакой альтернативы в виде вот этого второго мира. Это просто пропагандистская картинка и дежурные слова. Ты не веришь, что там вдруг рассветет инвестиционная площадка БРИКС и в Россию, и Россия туда, вложат миллиарды, и обойдемся без ваших Европ. Здесь такая история, что партнеры-то уже поменялись, и Россия в части собственной торговли существенно изменила вектор, и, как бы, можно сказать, что переориентировалась с Запада на Восток. Теперь основные покупатели российских экспортных товаров, прежде всего, нефти — это Китай-Индия, раньше это была Европа, и в части импорта направления поменялись, поэтому здесь, как бы, нет. Оно изменилось, и Путин совершенно искренне считает, что не нужен нам этот Запад, мы на Востоке найдем все, что нужно. Ну, типа, находим же сейчас. Проблема в другом. Проблема в том, что Россия, по большому счету, превратилась в гигантскую бензоколонку для Китая и Индии, а у самой России в связи с санкциями не то, чтобы сильно много технологического экспорта, который она могла бы предложить миру. а также в связи с войной, в связи с продолжающимися перекосами экономики, связанного с перекосом в пользу оборонных расходов, оборонных бюджетов и так далее, не то, чтобы много ресурса инвестиционного, который Россия может предложить другим странам, то есть, в том числе, странам Азии или Африки. То есть, нет какого-то сильного вкуса со стороны российского бизнеса к инвестициям туда. Плюс есть существенные санкционные ограничения, а в азиатских и в африканских странах с комплайенсом все еще сильно хуже, чем в развитом мире и проще с русскими не иметь вообще никакого дела, чем разбираться, что это за русские, под санкциями, не под санкциями, что нам за это будет, будет ли нам что-нибудь. Ну, в общем, это большой и достаточно дорогостоящий процесс. Но и изнутри России то, что мне рассказывают мои коллеги, нет никакого вкуса к иностранным инвестициям внутри России тоже, даже к иностранным инвестициям со стороны так называемых дружественных стран. И просто, то есть, вот, члены правительства встречаются с делегациями из азиатских стран, что-то обсуждают, но как-то не двигается ничего никуда, потому что не до этого сейчас. Сейчас пока в России достаточно много денег, связанного с бюджетным импульсом, кредитным импульсом и вот этим вот эффектом финансовых санкций, когда существенная часть кэша оказалась просто заперта в России, и люди искали возможность их инвестировать, попарковать и так далее. То есть, пока нет вот этой возможности, пока нет проблемы с деньгами, на партнеров, немногочисленных партнеров никто не смотрит. Ну и третий момент, связанный с инвестиционным климатом и тем, что вот этим делением стран на дружественное недружественное, например, Южная Корея, отношения с которой Россия выстраивала отдельно, то есть, это страна Азии достаточно богатая, где, с которой Россия хотела получать и технологии, и получала и инвестиции, и были инвестиционные проекты. Присоединившись к санкциям, попала в недружественно, в список недружественных стран, соответственно, для корейских инвесторов, южнокорейских условия ведения бизнеса в России капитально изменились, кардинально изменились буквально вот по щелчку пальцев, а теперь из-за сближения, видимо, с Северной Кореей какое-то взаимодействие вообще невозможно будет. И в этом смысле, как бы, ну, России нечего пока предложить ни с одной, ни с другой страны, поэтому, ну да, что Путин, что честно может сказать, что я начал, я существенным образом ухудшил экономическое положение, положение, связанное с безопасностью собственной страны два с половиной года назад, потому что, ну, в общем, это говорит, потому что ко мне никто не прислушивался. Вот, а теперь помогите мне, пожалуйста, выстоять в моей борьбе с западным миром ради, не знаю, чего. Я вас, может быть, буду представлять на какой-нибудь арене. Нуждаются ли эти страны в таком представительстве? Очень большой вопрос. Отлично. Спасибо тебе большое. Это Александра Прокопенко, сотрудница Берлинского центра Карнеги. Подпишитесь на этот канал. Александр появляется тут регулярно. Меня зовут Вудслав Горин. Прощаемся. До новой встречи. Пока-пока.